Что ж, мы должны продолжать или вернее должны начинать и должны начинать естественно читать меморабилию. Но сначала я должен расстроить вас и сказать, что перевод меморабилии, собственно, он неплохой, но некоторые его моменты нам не подходят. Именно поэтому в некоторых моментах я буду обязательно вас исправлять. Как бы именно за этим я взял с собой греческий текст, именно за этим я немножко научился читать по-гречески. Будет путаница в некоторых терминах, отчасти ее создает наш переводчик и редактор, отчасти ее создает сам ксенофонд, я это поясню. Также я хотел бы обратить ваше внимание на вещи, которые меня убивают в этой книге, как и во всех советских переводах. Советский редактор лучший редактор на свете, потому что он придумывает название глав. Если вы открывали книжку, вы видите, что каждая глава начинается с названия. Это потрясающе. Никогда такого не было и не могло быть у ксенофонта, понятное дело. Поэтому никогда не верьте названиям глав. То же самое вы, когда открываете классическое лосевское издание Платона, там вдруг появляются такие плашки посередине. Да, вот никаких плашек нет, ничего нет. То есть это все придумки, и мы с вами должны сквозь эти придумки смотреть. Для тех из вас, кто испытывает особую амбициозность вдруг, если я бы хотел задать задачу построить план ксенофонта, план меморабилии, по определенным причинам, чтобы понять в час план, вообще открывает очень многое в любом источнике. И попробовать составить план и посмотреть, насколько этот план хорош, это отличная идея, чем бы вы ни занимались, но для ксенофонта это особенно интересно. Потому что мы очень быстро увидим, что ксенофонт никогда не будет говорить нам о подлинном учении Сократа. И мы должны будем понять, где приближается, где отдаляется Сократ от подлинного учения. Дальше. Вы видите, что труд ксенофонта разделен на книги, и каждая книга разделена на главы. Разделение на главы, естественно, это разделение первого издателя или второго издателя, то есть это не ксенофонтовское деление. Поэтому вы не должны верить тем делениям, которые были придуманы позднейшими редакторами, а посмотреть, как бы эти деления были на самом деле, если бы, например, вы решили делить. Потому что понятно, что деление исходит из того, что темы меняются. Заканчивается одна тема, начинается вторая. Но если вы почитаете редакторские названия, некоторые названия глав звучат так. О понятиях справедливости, благочестия и некоторых других. То есть справедливость, благочестие, а потом еще какой-то кусочек. И наш редактор такой, блин. И придумывает странное название. А оригинальный редактор не понимает, это отдельная глава, где новые темы, или это одна глава, где справедливость, благочестие и эти темы. И, наконец, деление на книги. Единственное деление, которое могло быть ксенофонтовским, это деление на книги. Но мы не знаем, было ли это деление. И если вы составите план, план вам немножко намекнет, что, скорее всего, деление на книги также является неправильным или неверным. И, опять же, почему более древний редактор решил, что такое деление на книги должно быть. И, наоборот, если это деление было, то тогда нужно будет понять, почему ксенофонд вот так разделил свой план, особенно если логический, по идее, не должен был. Хорошо. Я прошу вас начинать, Никита Андреевич. Не просто с первой, а с названием. Воспоминания о Сократе. Воспоминания о Сократе. Нам дальше двигаться не надо. Я уже говорил вам, что название работ ксенофонта обманчиво. И что с названиями есть серьезные проблемы. И, собственно, с названием воспоминания о Сократе есть гигантские проблемы. Потому что никаких воспоминаний о Сократе нет. Эта книга называется «Апомнеманометар». Воспоминания. Так получилось, что все воспоминания ксенофонта – это воспоминания о Сократе. Но книжка не называется «Воспоминания о Сократе». Более того, вы должны вспомнить анабасис. Анабасис – это тоже воспоминания. Но ксенофонт утверждает, что ксенофонт его не написал. Если вы откроете Геленику, в Геленике будет написано, что анабасис написан каким-то там торговцем из Фракии или что-то такое. То есть анабасис изначально анонимный. Или ксенофонт хочет, чтобы он был анонимный. Хочет, чтобы он выглядел анонимным. И в этом смысле единственное его воспоминание – это не то, как он с Киром ходил куда-то там, и Кир умер, и он возвращался обратно. Единственное его воспоминание – это воспоминания о Сократе. Естественно, воспоминания о Сократе или меморабилии, мы используем латинский термин, потому что так проще, он устоявшийся. Меморабилия имеет в виду не только Сократ, не только воспоминания. В меморабилию попадает и экономика, и пир, и апология, потому что все это о Сократе, все это некие воспоминания о Сократе. Естественно, слово, от которого воспоминания были образованы, само слово в тексте возникает лишь раз. Причем это говорю вам не я, это говорит умный мужчина. В 1.2.31 дериватив от этого слова возникает, когда ксенофонд описывает, что Критий думал о Сократе после того, как Сократ обидел Крития. И в этом смысле глагол апомнемонео означает не воспоминания, глагол апомнемонео означает затаить злобу или припомнить. В смысле я тебе еще припомню. То есть изначальное значение этого глагола это не так, как мы сейчас понимаем воспоминания, в смысле красивые фотоальбомы, как вы там в листочках осенних купаетесь. Нет. Эти воспоминания это рессентиментные воспоминания, воспоминания злобы. По крайней мере, ксенофонд сам решает нам на это намекнуть, используя глагол апомнемонео, но дериватив от глагола апомнемонео лишь раз, когда говорит о Критии. И там это явно злобно воспоминание. Это воспоминания, даже если это отрицательные воспоминания, подразумевается, что ксенофонд, называя свою книгу воспоминания, ручается за то, что все истории, которые он в ней пересказывает, были. Так или иначе, они происходили. Это реальные события. Даже если он эти реальные события, ну, за давностью лет, мы знаем, что ксенофонд начал писать уже тогда, когда он жил в лакедемонии, то есть вернувшись из похода 10 тысяч. Вот. Эти воспоминания, даже если они каким-то образом искажены, эти воспоминания все правдивы. Но если эти воспоминания все правдивы, то есть это все воспоминания ксенофонта, тогда получается, что он должен был быть, присутствовать при всех сократовских разговорах, которые он описывает. Но когда мы начинаем читать некоторые главы, мы видим фразу «я лично присутствовал при его таких-то словах» или «при его такой-то беседе» или «я слышал однажды такой его разговор». Но некоторые главы не начинаются так. За аутентичность каких-то глав ксенофонд ручается «я слышал однажды», за аутентичность других «не ручается», при том, что это все еще его воспоминания. Даже еще до того, как мы столкнемся с первой главой, где будет сказано «я слышал однажды такой его разговор», есть другое произведение ксенофонта, которое начинается с фразы «я слышал однажды такой его разговор». Что это за произведение? Ну, я, конечно, спрашиваю у первокурсников. Экономика, естественно. Экономика начинается с фразы «я слышал однажды такой его разговор». То есть экономика – это воспоминания, за которые ксенофон ручается по умолчанию. Но вот беда. Когда мы доходим до середины экономики, вернее, до третьей или четвертой главы, когда Сократ начинает говорить о персидском царе, вдруг Сократ говорит «Кир был великим царем, если бы он только не умер, это был бы величайший царь на свете». И мы понимаем, что речь идет о Кире-младшем, а не о Кире-старшем. В чем проблема? Не знал, что Кир не мог знать. Нет, Сократ мог знать. Поход 10 тысяч – это поход Кира-младшего, в котором он умирает. Отправляет ксенофонта в этот поход Сократ? Ксенофонт не мог знать. Потому что ксенофонт во время смерти Кира, ксенофонт уже был в походе 10 тысяч. А после похода он никогда не вернулся в Афин. Иными словами, если ксенофонт обозначает нам исторический период, когда происходит этот разговор, словами Сократа о том, что Кир-младший уже умер и это был бы великий царь, это значит, что ксенофонт никогда не мог присутствовать при этом разговоре. А это, в свою очередь, значит, что фраза «я однажды слышал такую его речь» – это фраза, имеющая противоположное значение своему первоначальному. Ксенофонт тогда не ручается за содержание беседы, когда говорит «я слышал однажды». Самые сомнительные беседы Сократа ксенофонт легитимирует своим штампом «я слышал однажды», автоматически показывая нам, что это самые ненадежные беседы Сократа. Таким образом, все главы делятся на те, которые ксенофонт слышал и не слышал. И те, которые он слышал – это самые сомнительные, а те, которые он не слышал – это самые надежные. Но это очевидно и очень просто. Дело в том, что те, которые самые надежные, ксенофонт не должен подкреплять. Нет смысла ставить упорку там, где дом стоит ровно, но есть смысл ставить упорку там, где дом уже покосился. То есть, есть смысл для ксенофонта говорить «я ручаюсь, что все так и было там, где были самые большие проблемы», и не говорить «я ручаюсь, что все так и было там, где никаких проблем нет». Таким образом, мы понимаем, что есть деление, самое простое – «я слышал и не слышал». И это самое простое деление нам показывает, с помощью этого простого деления нам ксенофонт показывает, на что мы должны обращать особое внимание, а на что мы должны просто обращать внимание. «Часто удивлялся я, какими это доводами лица?» Личами. А, личами. Возбудившись судебный процесс против Сократа, убедили Афинян, что он заслужил смертного приговора отца граждан. Ксенофонт начинает меморабилию так же, как он начинает лакедемонскую политею. Он начинает с единственного возможного обозначения того, что первое слово в этой книге – «я». У нас это часто удивлялся я, а у него это просто глагол, который стоит в первом лице. Вот, подразумевая, что речь идет только о нем, лакедемонская политея так же начинается. Помните, часто размышлял я, как получилось так, что Спарта, будучи самым малонаселенным государством, является самым могущественным. И снова, это «я» имеется в виду, что, видимо, никто не сомневался. Ни у кого таких проблем, как у ксенофонта, нет. Почему ни у каких проблем нет, в отличие от ксенофонта? Потому что ксенофонт не присутствовал на суде. Платон присутствовал на суде. Ксенофонта не было на суде. В административном акте против него было сказано приблизительно так. Да, обращайте внимание, это еще одна проблема нашего переводчика. Я бы точно вспомнил, да, в самом конце жизни, когда был суд, только когда уже была казнь... А Платон же не был на суде. Платон это вот, там где-то не было. Не-не-не, сейчас, спасибо. Его не было на казни, он не смог прийти, потому что он дико рыдал. Но он был на суде, Сократ в апологии прямо перечисляет. Говорит, вот Платон стоит, он готов за меня уплатить дань. И перечисляет Платона еще девять имен. А значит, фраза сказана была приблизительно так. Иногда наш переводчик дает ее, иногда нет. Но вы в идеале должны, конечно, знать, когда ксенофонт ее употребляет, когда нет. В том смысле, что ксенофонт не журналист. Это не записи, это не прямая трансляция. Он не претендует на то, что он пересказывает Сократа действительно, как оно было. Он пересказывает примерно. Приблизительно так. Сократ виновен в том, что не признает богов, признаваемых государством. А воют другие новые божества. Виновен также в том, что возвращает молодежь. Если вы попробуете открыть апологию Платона, вы увидите там большую проблему, которая выглядит следующим образом. Там нет речей обвинителей. Она начинается после обвинительных речей. Обвинители там ничего не говорят. Единственный, кто цитирует обвинение, это Сократ. Но когда Сократ цитирует обвинение, он цитирует его не так, как его цитирует ксенофонт. Сократ у Платона говорит, что Сократ обвиняется в том, что развращает молодежь, не чтит богов города, но вводит другие новые. Ксенофон говорит, что Сократ не признает богов, признаваемых государством, вводит другие новые и развращает молодежь. Что касается первого пункта обвинения, будто он не признает богов, признаваемых государством. Смотрите, будьте внимательны. Когда псинофон дает нам обвинение, он как минимум переставляет обвинительные слова. И переставляя обвинительные слова, то есть первый пункт обвинения со вторым, меняя местами, он задает себе тему. Две темы будут преследовать нас в первой книге, и на самом деле в первой главе второй книги. Благочестие Сократа и его воздержанность. Это не умеренность, не сафросюна, это именно воздержанность. Собственно, доказывать ложность двух пунктов обвинений, псинофон будет доказывая сначала благочестие именно в таком порядке, а потом воздержанность. Как воздержанность доказывает неразвращение молодежи, это другой вопрос, но мы увидим это потом. Какое доказательство этого они привели? Жертвы? Он приносил часто как дома, так и на общегосударственных алтарях. Это все видели? Мы сразу замечаем интересные вещи. Когда псинофон говорит, это все видели, предполагается, что Сократ был максимально публичен с одной стороны, а с другой стороны никто не может быть полностью публичным. Есть то благочестие, которое видят все, и есть то благочестие, которое видят не все или могут видеть не все. Был ли Сократ благочестив, когда его видели не все? С каданием прибегал, это тоже ни для кого не было тайной. По всему городу ходили слухи о рассказах Сократа, что божественный голос дает ему указания. Ну естественно, демон, да? Мы знаем демона Сократа. Это, мне кажется, и послужило главным основанием для обвинения его в том, что он вводит новые божества. Обвинение заключается в том, что он не признает богов города и вводит новые божества. Псинофон говорит, Сократ признает богов города, потому что он приносит жертвы и занимается гаданиями. Ну, не занимается, а использует гадания. Но он также слышит демона Сократа. А демоне Сократа, и заметьте, Псинофон говорит, что это главная причина обвинения, но не в атеизме. Это главная причина обвинения в создании новых богов. Мы должны отвлечься на минутку и вспомнить Алистофана. Как называются новые боги, которые вводит Сократ в облаках? Первокурсники. Конечно. В чем главное свойство облаков? Они принимают любые формы. Они принимают любые формы. Облака похожи на что из платоновской терминологии? Если они имеют любые формы, способны принять любую форму. Конечно. Облака – это идеи. В облаках Алистофан намекает, что новые божества, которые вводит Сократ, – это идеи. Боги над богами. Боги могут быть несправедливыми. Даже бог справедливости может быть несправедливым. Но идея справедливости не может быть несправедливой. В этом смысле идея превосходит бога. Когда Ксенофонт и Платон говорят об этом, о введении новых божеств, они часто намекают на демона. И мы должны понять, какую роль играет демон. Иными словами, мы должны ответить на простой вопрос. Демон – это диагноз или нет? Сократ реально слышит голос в голове или нет? Но мы попытаемся ответить на него с помощью Ксенофонт-Аже чуть-чуть позднее. На самом же деле, он так же мало вводит нового, как и все другие, признающие искусство узнавать будущее, которые наблюдают птиц, голоса, предметы и жертвы. Они предполагают, что не птицы и не встречные люди знают, что полезно для гадающих, но что боги через них указывают это. И Сократ думал так-то. Да, заметьте, птиц, голоса, предметы и жертвы. Ксенофонт говорит о голосах. О каких голосах идет речь? О которых у Сократа. Нет, нет. Это хороший ответ. Голос в голове у Пифии, голос бога, который повелевает... Да, 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 да. Но речь не о Пифии. Иногда, когда вы хотите погадать, вы можете сесть на улице и сказать, господи, дай мне знак. Да или нет? И вдруг вы слышите, кто-то орет. А ну иди сюда, сволочь. Это и есть тот самый голос, который вы ждали, тот самый божественный знак. Голоса, о которых говорит Ксенофонт, это не голоса в голове, это реальные голоса, в смысле голоса извне. Какой вам пример привести? Августин и его обращение в христианство, как он описывает его в исповеди. Да, спасибо. Когда он берет, значит, когда он сидит со своим другом, и с другом они рассуждают, типа, что делать? И вдруг за забором они слышат дикий крик. А ну-ка, взял книгу в руки. Это какой-то учитель, видимо, ругает какого-то ученика, типа, что это ты делаешь? Но книга-то это Библия. И Августин говорит, а давай мы возьмем книгу и на ней погадаем. И они берут книгу и на ней гадают. Вот это вот божественный голос сверху. По большей части люди выражаются так, что птицы и встречные их отклоняют от чего-нибудь или побождают. А Сократ, как думал, так и говорил. Божественный голос, говорю, он дает указания. В отличие от птиц и прочих способов гадать, которые могут говорить вам да или нет, божественный голос не говорит Сократу нет. Божественный голос говорит Сократу делай. И мы тут же спотыкаемся. Потому что если мы вспоминаем Платона, то демон Сократа говорит ему только не делай. Однако так Сократ говорит сам в эпологии. Но если мы откроем другие диалоги, мы найдем интересные вещи. Например, если мы откроем этот разговор с Критоном о том, что мы должны пойти учиться к Дианисадору и Евтидему, и диалог Евтидему. Помните, там ведь идея в чем? Сократ заканчивает заниматься в Палестре и уже уходит. И тут голос говорит не уходи. И Сократ остается. Он остается и заходят Дианисадор и Евтидем. Проблема в чем? Как понять, как отличить делай от не делай? В смысле, когда голос говорит не уходи, он ведь говорит останься. Когда голос говорит не бери конфетку, он ведь говорит убери руку. Когда голос говорит не сиди, голос говорит встань. То есть одно и то же действие, как отрицание, вполне может служить утверждением. Заметьте, что ни Платон, ни Ксенофон не говорят, что голос делает обе вещи. Отрицает и утверждает. Платон говорит, что голос только отрицает, а Ксенофон говорит, что голос только утверждает. Многим друзьям своим он заранее... Да, это следующая проблема. Мы всегда должны смотреть на термины, потому что ксенофонт, как и Платон, очень трепетно относится к термину дружба. Сократ общается с какими-то людьми. Очевидно, как человек, он общается с многими людьми. Ну, вы выходите на улицу, там сидит ваша любимая старушка, вы говорите ей привет, она говорит вам привет. Или вы покупаете билет в метро и говорите кассиру, здравствуйте мне, пожалуйста, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы общаетесь со многими людьми, и Сократ общается со многими людьми, но в философию Сократа, а мы говорим именно о философии, попадают не все люди. У нас есть гигантский круг общения, но философский круг общения немного уже, чем общий круг общения. Мы это увидим. Например, в него никогда не попадает Ксантипа, хотя, казалось бы, жена куда уже ближе. Особенно, если вы читали экономику ксенофонта и знаете, что жена это самый близкий человек. Есть круг общения с товарищами. Помните, у Платона есть, это Гитайрос, товарищ спрашивает. Товарищ именно в политическом смысле, товарищ по-гречески. Гитайрос, члены Гитерии, это люди, которые вместе задумывают политические перевороты. То есть они вместе едят, и типа, ну тебе нравится этот царь? Нет, ну там, или этот политик? Нет, не нравится. А давай мы его скинем? Давай. То есть слово товарищ имеет политический оттенок. Есть знакомые, есть друзья в кавычках, кого можно назвать друзьями в обыденном смысле этого слова. Вот это, например, Критон. Человек максимально далекий от философии, человек максимально далекий от серьезных проблем, настоящий такой мужчина от сахи, соль земли. Это не настоящий друг. Лишь раз ксенофонд намекнет нам на то, кто настоящий друг. Сократа. Но до этого мы дойдем гораздо позже. Более того, судя по тому, на что ксенофонд намекает, даже ксенофонд не настоящий друг Сократа. Многим знакомым своим он заранее советовал то-то делать, того-то не делать, ссылаясь на указание божественного голоса. И кто следовал его совету, получал пользу, а кто не следовал, раскаивал. Заметьте, голос говорит, что делать, а Сократ говорит, через голос, что делать и что не делать своим друзьям. То есть, опять же, это позитивное, точно так же, как и негативное, у Платона не имеет никакого смысла. Однако, кто не согласится, что он не хотел казаться друзьям ни дураком, ни хвостуном. Итак, все видели, что он гадает, все видели, что он обращается за предсказаниями и приносит жертвы, но не все слышали его божественный голос. Его божественный голос или проявление божественного голоса слышали только товарищи, слышали только знакомые. И в этом смысле, те, кто не знал, с чем заключается божественный голос, но слышали, что Сократ пользуется божественным голосом, вполне могли поверить, что он вводит новые божества. Да. А, да. Извините, у меня вопрос. Мы просто в том году на этике обсуждали, у нас такая же была проблема. Дело в том, что вот мне тогда показалось, что все-таки запретить что-то сделать, это значит не сказать, что сделать именно. Например, сказать, что не сиди на стуле, это не значит сказать, что именно делать. Ты можешь встать, побежать, лечь, даже убить кого-нибудь. А вот сказать, что сделать, это значит сказать, что-то все-таки конкретно сделать. Тут уже не остается как бы возможности для маневров. Ага, смотрите, но только что ксенофон на наших глазах превращает то, что голос велит сделать, в то, что Сократ велит не делать. То есть, видите, это вполне работает. Например, голос говорит, сходи в баню. Человек говорит Сократу, я хочу сходить в театр. Сократ говорит, не ходи в театр. Повеление более узкое, чем отрицание. Да, это хорошо. Но мы с вами очень быстро увидим, что стоит на самом деле за демоном. Если вы торопитесь, если вас интересует, что стоит за демоном, я советую вам сразу открыть пир и почитать, что говорит в пире Антисфен. Помните, кто такой Антисфен, да? Это основатель кинизма. Это ученик Сократа и основатель учения циников. Вот Антисфен, мы до этого дойдем, но давайте я забегу вперед. Антисфен, когда в пире будет говорить о демоне Сократа, он скажет так, когда я к Сократу пристаю и Сократ хочет, чтобы я отстал, он говорит, что демон не велит ему со мной тусоваться. Более того, где мы найдем доказательства этого, раз уж мы зашли на эту территорию? Если вы откроете диалог Платона Хармид, где юноша Хармид приходит к Сократу, ну, отец юноши Хармида приходит к Сократу вместе с юношей Хармидом и говорит Сократ, возьми Хармида к себе в ученики и Сократ начинает расспрашивать Хармида, чем же ты хочешь стать, мальчик? Мальчик отвечает, я хочу стать тираном. Научи меня, как быть тираном, Сократ. Сократ ему говорит, я ничего не понимаю в политике. Мальчик говорит, ты меня не обманешь, я не дурак, научи меня быть тираном. И тогда Сократ говорит, я бы рад, но демон мне только что не велел. Есть основания полагать, что демон Сократа это не более, чем способ Сократа не дружить с людьми, которые его не интересуют. Не делать то, чего Сократ не хочет. Однако, кто не согласится, что он не хотел казаться друзьям ни дураком, ни хвостуном. А он оказался бы и тем, и другим. Ну, знакомым. Да, знакомым. И он казался бы и тем, и другим. Если бы выдавая свои советы за божественные откровения, потом оказывался бы солгалшим. Итак, Сократ оказался бы дураком и хвостуном, если бы его советы проваливались. Но если его советы не проваливались, и они не были божественными, никто не смог бы обвинить его ни в том, ни в этом. То есть ксенофонд намеренно оставляет нам лазейку. Сократ может лгать, если его ложь будет сбываться. В том смысле, что он может говорить, что я советую тебе сделать это, потому что демон, а на самом деле пользуясь другими вещами, например, разумом. То есть просто давать умные советы. И это не сделает Сократа ни лгуном, ни хрустуном, если каждый раз то, что Сократ советует, будет исполняться. Отсюда видно, что он не стал бы предсказывать, если бы не был уверен в истине своих слов. По отношению к друзьям. Ну, снова как бы, да. Тут даже не друзья, тут еще более интересное. Ранее они были эпидатус, знакомые, а теперь они полезные. Польза, я специально выписал, что мы употребляем как пользу, это хресимус или глагол офилео. Польза – это специфическая категория, которая будет одной из центральных меморабилий. Сократ всех будет учить полезности. Итак, будьте внимательны. Кто полезен? Если вы откроете Платона и откроете Критона у Платона, вы увидите, что Критон все время говорит о пользе. Критон полезный. Есть знакомый широкий круг знакомых Сократа. Есть чуть более узкий круг в этом круге – это полезные люди. Полезные мы об этом будем говорить, когда будем говорить о дружбе чуть-чуть подробнее. Дела необходимые он советовал делать так, как, по их мнениях, можно сделать всего лучше. Смотрите, если же он верил богам, то он не мог не признавать, что боги существуют, говорил нам Ксенофонт. Подразумевая тем самым, что Сократ не говорил своим друзьям не верить в богов. Сократ в крайнем случае говорил своим друзьям верить в демона Сократа. Тогда мы задаемся решающим вопросом, откуда обвинение в атеизме? Откуда обвинение в том, что Сократ не признает богов города? Откуда он вводит другие, мы поняли, это демон. А откуда непризнание, да? Возможно, просто у обвинителя не имелась логическая ошибка. То есть они решили, раз уж он признает какого-то своего нового, от этого следует, он не признает нам. Он же присылается на богов города, все время говорит. Сейчас, сейчас, сейчас. Хороший ответ, но это... Сейчас, подождите. Это ответ из апологии, и там он просто обманывает с помощью диалектики своего несчастного оппонента Милета. Да, какой у вас еще был вариант? Ну, просто он все время становится на демона, это ведь бог бога. Ну, как бы нет. Наверное, это все-таки, ну, вкрадываются какие-то самые... Ну, смотрите, есть разница между вводом новых божеств и отрицанием старых. Это же не противоречивые вещи. Я все-таки считаю, что противоречивые в том отношении, что если мы вводим новых божеств при отсутствии ссылок на старые, и они друг друга функционально дублируют, то тут как бы, ну... Я понял ваше замечание, но Ксенофонт уже проверил его, когда говорил, что Сократ жертвовал и прибегал к гаданиям. То есть он не полагался только на голос, он еще и приносил жертвы, очевидно, не голосу, и прибегал к гаданиям, очевидно, не голосовым гаданиям. Да, у вас какое-то замечание. А понятие бог и демон на гадание? Да. Даймон — это не совсем бог, это малое божество. Если вы хотите прям в этимологию углубляться, то помните, что Платон, или в смысловое значение, то помните, что Платон говорит, что демоны, они как герои. Это как бы производные от богов, это дети богов. Непонятно от кого, потому что герои от людей, демоны не ясно от кого. Но да, это божество некое. В тех случаях, когда Искотт делал, был неизвестен... Смотрите внимательно. В тех случаях, когда Сократ не мог решить, что должен сказать демон, он делал что? Он посылал их к Каракулу, спросил, следует ли его делать. Сократ, когда уверен в своем решении, говорит, голос советует тебе. Когда не уверен, говорит, иди сходи, спроси у Ифи. Какой ярчайший пример этого дела? И опять же, смотрите, следует делать или не делать. Какой ярчайший пример этого дела? Ксенофонт. Когда в Афинах возвращается демократия, Ксенофонт такой понимает, что он как аристократ, как бы тут уже не к двору и не ровен час, его вслед за Алкивиадом, Критием и прочими друзьями, учениками Сократа, разрежут на ленточки. Поэтому он идет к Сократу и говорит, слушай, вот тут Проксен, мой друг, зовет меня поучаствовать в экспедиции Кира-младшего. Можно? Сократ говорит, иди спроси у Бога, иди спроси у Оракула. И что же делает Ксенофонт? Ксенофонт идет и говорит, не ехать ему туда или нет, а как ему туда лучше ехать. И когда он возвращается, Сократ дико на него зол. Это описано, собственно, в Анабасисе. То есть, пример того, что Сократ реально посылает людей к Кракулу, когда он не знает, что делать, налицо. Так, например, кто хочет успехом заниматься хозяйством или заведовать государственными делами, тому, говорил он, нужно еще погадать. Я отсылаю вас к экономике пятая глава, где Ксенофонт говорит о том, насколько велика роль богов и божественного, то есть, религии в сельском хозяйстве и на войне. — Алексей Николаевич, я сразу, чтобы далеко не отменить, а не значит ли это, что, допустим, Сократ посылает Кракулу, когда хочет сказать, что не надо это делать? — Нет, он бы мог сказать напрямую «не надо», Ксенофонт же нам прямо говорил. Он, как, когда... Смотрите, вернемся назад. Он заранее советовал что-то делать, а что-то не делать, суваясь на божественный голос. Идея в чем? Сократ не лжец и не обманщик и не дурак. При одном условии, если все его советы, даже если он говорит, что это божественный голос, а это не божественный голос, если все его советы сбываются, в этом смысле, чтобы не быть дураком и обманщиком, вы должны с помощью божественного голоса давать только такие советы, которые вы знаете сбудутся. А если вы не знаете, что делать? Ответ простого человека — сыграть в игру «Угадай мелодию». То есть и предстать, в конце концов, дураком или обманщиком. Ответ Сократа очень простой. Вы приходите к Сократу и спрашиваете, что делать? Он говорит, связи с демоном нет, вай-фай плохой, да? Сходи, там вот в храме стопроцентный вай-фай, в храме стопроцентная связь. Правда, чтобы стать хорошим плотником, кузнецом, земледельцем или хорошим счетчиком, а домохозяином, военачальником всеми такими знаниями, думаю, он может овладеть, конечно, и человеческий ум. Но самое главное в них, говорил он, боги оставляют себе, и ничего из этого люди не знают. Да, смотрите, есть определенные человеческие знания, они здесь перечисляются, это не знание в смысле пистемы, это знание в смысле техне. Домохозяин это техне, военачальник это техне, щечек это техне, и так землевладелец, землепашец, плотник это все техне. Самое интересное здесь заключается в том, что этот техне никогда не является полноценным. У техне есть области, которые ему недоступны. Иными словами, Сократ говорил, или вернее, ксенофонд говорит нам, что Сократ считал, что разум не всесилен. Техне это, собственно, произведение разума, и ксенофонд говорит, есть области, недоступные для техне. Что это за области, мы уже себе примерно представляем. Но тогда вопрос, о чем же нам просить богов? Ну, давайте. Так, например, кто превосходно засадил для себя деревню и участок земли, не знает, кто будет собирать плоды. Да, смотрите, не знает, будут ли плоды. Техне гарантирует, что плоды будут. Об этом надо читать в экономике. Но не знает, кто будет собирать эти плоды. Кто превосходно построил себе дом, не знает, кто будет жить в нем. Специалист по стратегии не знает, полезно ли быть стратегом. Человек опытный в государственных делах не знает. Ну, полезно в данном случае уже не польза, а выгода. Выгодно ли быть стратегом? Не знает, выгодно ли стоять во главе государства, женившуюся на красавице, себе на отраду, не знает, не будет ли через нее терпеть горе. Продневшуюся через брак с влиятельными лицами в городе не знает, не лишится ли он из-за них отечества. Техне гарантирует результат Техне, но не гарантирует результат, целью которого мы используем Техне. Есть непредсказуемые вещи, есть случай, и этот случай должны заменять нам боги. В этом смысле, если мы вернемся назад и посмотрим на те области, на которые Сократ указ, которые Ксенофонт указывает, и сравним с экономикой, мы увидим, что роль богов на войне и в сельском хозяйстве огромна, потому что война и сельское хозяйство больше всего зависят от случая. Чем больше роль случая в нашей жизни, тем больше мы должны обращаться к богам. Однако Сократ уверен, что роль случая в нашей жизни в решающем моменте, не в моменте получения результата, а в моменте уже после получения результата, является главной. Иными словами, Сократ уверен, если боги заменяют нам случай или контролируют случай, Сократ уверен, что человеческая деятельность бессмысленна. За ней ничего не стоит, потому что мы не можем, мы можем предугадать ее результат, но мы не можем ультимативно приугадать, сможем ли мы этим результатом воспользоваться. Техне может сказать вам, что если ты сложишь 2 и 2, получится 4, или если ты прибьешь гвоздь сюда, у тебя получится дом. Но Техне никогда не может сказать вам решающего ответа на вопрос. В позднейших главах, в четвертой книге, и в самом конце, Сократ будет говорить об эпистеме, о знаниях. Среди них будут геометрия, астрономия, математика и так далее. И Сократ всегда будет выступать против их подробного изучения. Они ничего не говорят, они не отвечают на вопрос о том, как жить. Они отвечают на вопрос, как достичь определенной цели, но проблема заключается как раз в том, что эпистеме не может ответить нам на вопрос, как с этой целью быть, когда она достигнута. Что с этой целью будет, когда она будет достигнута. То есть, боги должны гарантировать, что наши планы будут исполнены. Боги должны гарантировать, что жизнь не бессмысленна. В противном случае, жизнь, если богов нет, жизнь не является результатом случайности в самых лучших, в самых пиковых своих моментах. Не в повседневности, где мы, значит, варим суп, зная, что надо подождать, пока, варим пельмени, зная, что надо подождать, пока вскипит вода, потом купить пачку пельменей, вскрыть пачку пельменей, бросить пельмени, подождать 15 минут. Нет. Здесь как раз никаких богов нет. Здесь никакого шанса случая нет. Случай наступает тогда, когда наступают самые серьезные моменты нашей жизни. Но это значит, что в самые серьезные моменты нашей жизни наша жизнь бессмысленна. Как победить эту бессмыслицу, это тяжелейший вопрос для классической политической философии, и это аспект вопроса, как жить. И можно ли ее вообще победить? Кто воображает, будто в подобных случаях нет ничего, зависящего от Бога, а все будто бы зависит от человеческого рассудка, тот безумец. Безумцы также и вопрошающие оракул о том, что Боги предоставили людям самим познать и решать. Например, если бы кто стал спрашивать, какого человека лучше взять в кучера экипажа, умеющего править или не умеющего, или какого лучше взять в рулевые корабля, умеющего править или не умеющего. Вообще, кто вопрошает Богов о том, что можно знать посредством счета, меры веса и о тому подобных вещах, тот, думал, он поступает нечестиво. Итак, Ксенофон трясует нам две экстремальные позиции, между которыми располагается Сократ. Экстремальная позиция номер один, все зависит от людей. Экстремальная позиция номер два, ничего не зависит от людей. То есть, Боги управляют всем, и чтобы сделать что-то, нужно обратиться в первую очередь к богам. Таких Сократ называет сумасшедшими. В оригинале это слово «дереводив от демона», от того же слова, которым Ксенофон пользуется для обозначения демона, даймониума. Второй вариант людей – это те, которые абсолютно отказываются признавать роль богов, и которые, наоборот, которые во всем уверены. То есть, первые – это те, которые отказываются признавать роль богов, вторые – это те, которые во всем считают, что боги управляют всем. Сократ отказывает и им, потому что они отказываются в свою очередь пользоваться разумом для решения простых дел. Сократ, соответственно, находится где-то посередине, между теми, кто отрицает роль богов вообще, и теми, кто, наоборот, считает, что боги управляют абсолютно всем. То есть, Сократ находится между теми, кто считает, что жизнь абсолютно бессмысленна и совершенно осмысленна. Повторяю, наше предположение, жизнь бессмысленна в своих пиках. В повседневности жизнь вполне может быть осмысленна. Что боги предоставили людям познать и делать, тому, говорил он, должно учиться. А что людям неизвестно, о том стараться узнать волю богов посредством гаданий. Кому боги милостивы, тому они дают указания. Затем, Сократ всегда был на глазах у людей. Утром ходил в места прогулок. Да, остановитесь. Сократ всегда был на глазах у людей. Мы должны вернуться назад и вспомнить, что по поводу его жертвоприношений и по поводу его гаданий об этом знали все. Но по поводу демона знали не все. Сократ, очевидно, не всегда был на глазах у всех людей. И в этом смысле Сократ имеет приватность. С одной стороны, ксенофонд говорит нам, философия не может быть приватной. Она никогда не была приватной. В смысле, она всегда была публичной. С другой стороны, это утрирование она всегда публично заставляет задуматься, нас задуматься, не был ли Сократ неблагочестив, когда он был один. В смысле, позднее мы увидим, что деятельность Сократа заключается в действиях, беседах и размышлениях. По поводу действий и бесед мы можем что-то сказать, но мы ничего не можем сказать по поводу размышлений. Не являлись ли размышления Сократа неблагочестивыми? Не был ли он атеистом в смысле не осужденным атеистом, а в смысле подлинным атеистом, внутри себя атеистом? Но ответ на этот вопрос мы дать не можем, потому что никто не может заглянуть в голову Сократа. Это очевидно. утром ходил и в гимназии. И в ту пору, когда площадь полна народа, его можно было тут увидеть. Да и остальную часть дня он всегда проводил там, где предполагал встретить побольше людей. По большей части он говорил так, чтобы всякий мог его слышать. Здесь мы снова вспоминаем Платона и думаем про себя. Существует как минимум два учения Сократа. Платон это показывает очень просто. Когда начинается апология, Сократ говорит, вы все меня слышали в Палестре у минальных лавок и еще в каких-то других местах. Вот эти какие-то другие места непонятные, это там, где его слышали не все. А в Палестре у минальных лавок, площадь это и есть у минальных лавок. Его слышали все. Таким образом, есть некое публичное учение, где Сократ реально старается, чтобы его слышало большинство. А есть некое непубличное учение. Если мы обернемся к Платону, то там все просто. Публичное учение Сократ выражает в апологии сам, когда говорит, я вас всех убеждал всегда в трех вещах. Что существует знание, что существует душа и что существует разум, которым мы можем достичь это самое знание. То есть помните триаду. Знание это добродетель, то есть знание делает душу человека хорошей, знание существует, мы добиваемся знания с помощью разума. Вот эти три установки являются сугубо публичным учением Сократа, то есть не настоящим учением. Тем не менее, никто никогда не видал и не слыхал от него ни одного нечестивого, противорелигиозного слова или поступка. Видите, слово или поступка про мысль ксенофонд не говорит, потому что ничего не может сказать. Да, он и не рассуждал на темы о природе всего, как рассуждать по большей части другие. Не касался вопроса о том, как устроен так называемый философами космос. И по каким непреложным законам происходит каждое небесное явление? Напротив, он даже указывал на глупость тех, кто занимается подобными проблемами. Ну это собственно софисты физики. Они нечестиво рассуждают о природе. Сенофонд не говорит, что Сократ нечестиво рассуждает о природе. Напротив, он говорит, что Сократ благочестиво рассуждает о природе. Рассуждает ли Сократ о физике? Является ли Сократ физиком? Спрашиваем у себя. А если мы Открываем Федона, мы видим, как Сократ рассказывает нам о молодом себе, как он читает о Наксагора и рассуждает о мировом вихре. А если открываем облака, мы видим, как Сократ занимается физикой и рассуждает о мировом вихре и, я цитирую облака, измеряет воздух. Ксенофон сделает несколько аллюзий к измерению воздуха здесь и сейчас. Когда-то Сократ занимался физикой. Это он говорит сам в Федоне, это говорят облака, на это намекает Ксенофон. Но теперь он не занимается физикой и противостоит тем, кто физикой занимается. Почему? Задаемся мы вопросом. И самый простой ответ, который нам приходит в голову, звучит следующим образом. Потому что физикой занимаются те, кто в конце концов начинает утверждать, что есть только случай и нет никаких богов. Иными словами, что все бессмысленно. К чему приходят физики ко временам Сократа? К атомизму. Мир создан случайно из столкновений случайных атомов. И он случайно в любой момент может засыпаться. Все создано случайно. Атомы слепы. Боги тоже состоят из атомов. Если вы хотите обратиться к этому типу атеизма, вы можете прочесть Лукреция. Эпикуризм это пик атомизма и лучшее его проявление, античного атомизма. И собственно единственное, что нам досталось от Эпикура, это поэма Лукреция о природе вещей. Где этот атомизм доведен до предела. Эпикуризм в конце концов оборачивается гедонизмом. Если все бессмысленно, а все бессмысленно, если нет богов и все состоит из атомов, то есть создано по случайности. Единственное осмысленное действие, которое нам остается, это получать удовольствие. Как смотрят верующие на происходящие с ним проблемы? Это наказание за что-то. Вы заболели? Это наказание. Или испытание. Тоже вариант. Но неверующий не может смотреть на это таким образом. Он может видеть в этом только бессмысленность, только случайность. И в этой случайности единственное, что он может... Сама его жизнь является случайностью. И в этой случайности единственное, что он может, это как бы подыграть ей. Просто катиться, плыть по течению и получать удовольствие. Классическая политическая философия, в отличие от эпикуризма... Эпикуризм, естественно, это очень утонченная форма гедонизма. Это не гедонизм Аристипа, не гедонизм ученика Сократа. Эта форма гедонизма, конечно, прекрасная, но классическая политическая философия ей противостоит. Но вы знаете, что Эпикур ненавидел Платона. Первый вопрос относительно их, который он рассматривал, был такой. Считают ли они себя достаточно знающими то, что нужно человеку? И потому приступают к изучению таких предметов. Или же, оставляя в стороне все человеческое, а занимаясь тем, что касается божества... И снова, это дериватив от демона. Они думают, что поступают как должно. Как должно. Итак, Синофон пытается объяснить нам, почему физика не есть хорошо. Почему философы, обращающиеся к физике до Сократа, и софисты, обращающиеся к физике одновременно с Сократом, не есть хорошо. Потому что физика не отвечает на вопрос, как жить, на решающий философский вопрос. Да. А расписалисты занимались физикой? Конечно. Гиппий младший, астрономия, математика, господи, науки и наука о Земле, конечно. Помните же, чем заканчивается астрономия? Утверждениями о том, что Солнце – это раскаленный кирпич. Он удивлялся, как они не понимают, что это постигнуть человеку невозможно, когда даже те из них, которые больше всех гордятся своим умением рассуждать на эти темы, не согласны между собой, а смотрят друг на друга как сумасшедшие. Доказательством того, что физики занимаются бессмыслицей, служит утверждение о том, что они все противоречат друг другу. Если природа существует, природа едина. Если природа едина, это означает, что она едина для всех, в смысле, что каждый видит в ней одно и то же. Вы видите листочек, я вижу листочек, вы видите парту, я вижу парту. По-другому не может быть. Это как то же самое, например. Не согласны следователям между собой, поэтому... Да, 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 да. Это классический, софистический прием доказать, что ваши противники, особенно против философов, он хорошо работает. Философы никогда друг другу ни в чем не согласны. Значит, все они сумасшедшие. Мы возвращаемся назад и понимаем, что это за первый тип людей, о которых говорил Псенофонд ранее. Все те, кто полагают, что смысл человеческой жизни может быть достигнут с помощью разума, такие же сумасшедшие, как и все те, кто считают, что мил существует только из атома, что в нем нет бобов. Одни сумасшедшие не страшатся даже из страшного, другие опасаются даже не опасного. Одни не считают непристойным говорить или делать, чтобы то не было хоть среди большого стечения народа. Другие находят, что не следует даже показываться людям. Одни не почитают ни храма, ни алтаря, ни вообще ничего божественного, божеского. Другие благоговеют перед всякими камнями, кусками дерева, животными. Сократ снова выбирает срединный путь. Он стоит между одними и другими. Теми, которые поклоняются каждому куску дерева и теми, которые отрицают божественность вообще чего бы то ни было. Теми, которые боятся всего подряд и теми, которые ничего не боятся. Сократ чего-то боится, Сократ чего-то пугается. Похоже на них и занимающиеся вопросами о естестве мира. Одним кажется, что сущее едино, другим, что оно беспредельно в своей множественности. Итак, это противопоставление классической бытии и становления. Одним кажется, что вечно движется, другим, что ничто никогда не может двинуться. Одним кажется, что все рождается и погибает, другим, что ничто никогда не может ни родиться, ни погибнет. Проблема с софистами заключается в том, что все они экстремисты, что все они пытаются утверждать экстремальные позиции. Философия, то есть Сократ противопоставление им, как раз не утверждает экстремальных позиций. Вы сразу вспоминаете про Макеавелли и Срединный путь. Сократ утверждает Средину. Смотрите, есть те, которые говорят все бессмысленно и те, которые говорят все имеет смысл. Сократ между ними. Есть те, которые говорят все есть бытие и те, которые говорят все есть становление. Сократ находится между ними И так далее По поводу их он высказывал Еще такое соображение Кто изучает дела человеческие Надеется сделать то, чему научиться Как себе, так и другим Кому захочет, думают ли исследователи Божеских дел Нет, подождите, вы прошли ужасно Нет, нет, вы не перескочили, но вы прошли так, что все слилось Кто изучает дела человеческие Надеется сделать то, чему научится Как себе, так и другим, кому захочет Думают ли исследователи божеских дел, что они, познав по каким законам происходит небесное явление, делают, когда захотят ветер, дождь, времена, года и тому подобное, что им понадобится, или же они ни на что подобное и не надеются, а им кажется достаточно новым, только познать, как совершается каждое явление такого рода Да, и снова два полюса, первые, кто изучает дела человеческие, делятся на два типа, два экстремума, первые считают, что разум может все, иными словами, что знание это сила, вторые считают, что разум не может ничего, иными словами, что знание бессильно, и снова Сократ находится где-то посередине между ними, знание что-то может, но у знания существуют границы Мы видели эти границы, знание может помочь вам построить дом, но оно не скажет вам, кто будет пользоваться им после того, как вы его построите Вот как он говорил о людях, занимающихся этими вопросами, а сам всегда вел беседы о делах человеческих, он исследовал, что благочестиво и что нечестиво, что прекрасно, что безобразно, что справедливо и что несправедливо, что благоразумие и что неблагоразумие, что храбрость и что трусость Снова плохо, благоразумие и неблагоразумие, умеренность и неумеренность То есть смотрите внимательно, прекрасно, значит благочестиво, замечайте противопоставление, речь идет о благочестии, о прекрасном, прекрасное то колон Есть, собственно, третья книга будет посвящена людям, которые хотят этого прекрасного, и это будут политики Все политики хотят заниматься то колон, потому что колон это одновременно и прекрасное и благородное Прекрасное и безобразное, справедливость и умеренность, мужество и дальше что у нас? Что власть над людьми, что государство и что государственный муж Да, что такое государство и что такое политика? Что власть над людьми, что человек способный властвовать над людьми и так далее Кто знает это, тот думал человек благородный Остановитесь, и снова это то колон, человек благородный А кто не знает, по справедливости заслуживает познание хама Название хама, но тут наверное не хам, тут что-нибудь с гюбрисом надо посмотреть В общем, это все для нас не очень интересно. Что для нас интересно? Первое. Заметьте, с чего Ксенофон начинает. А сам он всегда вел беседы о делах человеческих. И Ксенофон поясняет. Сам он всегда задавался классическим философским вопросом. Ти есть. Что такое благочестие? Что такое справедливость? Что такое мужество? Классический философский вопрос. Сто процентов. Если вы читали меморабилию, вы знаете, что в меморабилии ни разу этот вопрос не поднимается. Лишь три главы или три отрывка примерно подходят к тому, чтобы задать этот вопрос. Вернее сказать, один из них даже задает его, но это делает не Сократ. Единственный философский вопрос напрямую, политфилософский вопрос напрямую, во второй главе задает Алкевиат. Алкевиат спрашивает, что такое закон? Но Алкевиат это не Сократ. И уж всем более Алкевиат, не философ. Заметьте, мы возвращаемся обратно. Он всегда был на виду, и это явная ложь. Он всегда задавался философскими вопросами. Ни одного философского вопроса в тексте. Возвращаемся назад и думаем. Понятно, что меморабилия должна описать нам философию Сократа. Или философию Ксенофонта в изложении Сократа. Что это за философия, если Сократ в ней ни разу не задается, практически ни разу не задается, классическим философским вопросом «что есть». Очевидно, можем мы сказать себе, что философия не состоит в задавании философского вопроса «что есть». А она заключается в чем-то другом. И мы удивляемся и задаемся вопросом «в чем же заключается философия, если она не заключается в исследовании, которое отвечает на вопрос «те есть». В тех случаях, когда убеждения его не были известны, ничего удивительного нет, то судьи пришли к ошибочному заключению о нем. Заметьте, ранее было сказано, что знание о Сократе было доступно всем, и все его знали. Теперь говорится, что есть такие его убеждения, которые неизвестны всем. Да, какой у вас вопрос? Александр Николаевич, а почему у нас здесь пропадает разум вообще? Ну, мудрость, как добродетель, пропадает. Но появляется многочесть, прикрашие, там, бои. О-о-о, я рад, что вы... Значит, смотрите внимательно. Вы можете сказать, что это четыре классических добродетеля. Да, вы знаете их. И для тех, кто не знает, я могу объяснить. Собственно, их четыре. Сверху вниз давайте. Разум, ну или мудрость. Давайте я напишу мудрость, чтобы вообще было хорошо. Мудрость. Мужество. Справедливость. И умеренность. Три из них там перечислены, правильно? Этой нет. Но какая вместо нее есть? Политика есть. Нет, политика это не добродетель. Какая первая? А, благочестие. Конечно! Мудрость заменяется благочестием. Связаны ли мудрость и благочестие? Если Сократ не был благочестив? А подседжимость это умеется? Конечно. Плохой перевод. Сифрационный, конечно же. Смотрите, если Сократ не был благочестив, по-настоящему не был благочестив, откуда возникает нечестие? Что представляет из себя нечестие? Что представляет из себя нечестие? Чтобы сыграть в эту игру и эта ксенофонтовая игра. Хотя здесь не говорится об этом. Я рад, что вы вышли на тему. Здесь говорится, он исследовал вопросы. Он не задавался вопросом, что такое мудрость. Это странно. Но другое дело. Вы должны посмотреть по тексту, когда ксенофон перечисляет добродетели Сократа, и посмотреть, каких добродетелей не хватает. Например, когда он будет перечислять добродетели Сократа в самой последней главе самой последней книги, из них выпадет мужество. Нам будет благочестие. Там будет мудрость, благочестие, стоидливость. Вместо мужества будет благочестие. Но не в том смысле, что мужество и благочестие связаны, а в том смысле, что Сократ не может быть мужественным. Мужество выпадет и несколько раз по тексту. Но видите, тут все-таки разная тематика. Здесь мы должны будем думать о добродетелях Сократа, а там просто это примеры философских вопросов. Потому что там, помимо добродетелей, там же появляется еще политика и политическая. Что такое государство и кто такой политик? — Сократ, вы сказали, что Сократ не может быть мужественным. — Да. — Малый учебный воин, я даже сам слышал. — Хорошо. Значит, я говорю, что Сократ не может быть мужественным. Вот почему. Ксенофонд ни разу не указывает мужество добродетелю Сократа, хотя с мужеством он знаком. Это раз. Во-вторых, единственный, кто говорит о том, что Сократ был мужественным, в смысле, воевал и вообще, это Платон. Но Аристотель не знает Сократа. — Ну да. — Поэтому он в лучшем случае повторяет Платона, в худшем выдумывает что-нибудь опять. Но Аристотеля не говорим. Значит, Платон, если вы открываете... И я снова забыл... Нет, я теперь помню. Если вы открываете Хармида Платона, это знаменитый разговор с Критием, который не называется Критий. При том, что диалог Крити не про Крития. Первое, что вы слышите, это вы слышите крик лучшего друга Сократа, самого ближайшего его товарища Херифонта. Так ты выжил, Сократ! Херифонт не уверен, что Сократ может выжить в битве. Что такие, как Сократ, выживают в битвах. Если вы открываете экономику, Сократ спрашивает из Хамаха, настоящего мужчину, да, Калас Кагатоса. Он задает им вопрос, а как с войны вернуться с честью? Сократ уверен, с войны нельзя вернуться с честью. Более того, давайте, хорошо, давайте я отвечу на ваш вопрос, не отсылая к источникам, а попытаюсь сделать это с помощью простого примера. Вы гражданин, а это значит, что вас забрили в армию, хотите вы того или нет. Тот факт, что вы пошли воевать, не означает, что вы не трус. Можно я сказать? Да. Можно вернуться с вами честью можно лишь победить? А даже из Хамаха, даже настоящий мужчина говорит, ну вообще-то вернуться с честью нельзя, но можно просто не уронить достоинство окончательно, да? Для этого надо как... Победить. Нет, победить, про это речь не идет. Они проиграли в войне. Пелопонесская война закончилась поражением Афин и как бы и гибелью строя. Да. Разве не Сократ спасает Алкивиада? Спасает Алкивиада. Вот, спасибо, что вы напомнили. Есть еще один пример мужества Сократа. В пире, да, да, спасибо. Кто этот пример рассказывает и почему? Классическая политическая философия высоко контекстуальна. Вы не можете вырвать фразу из контекста и сказать, Сократ думает это, потому что в соседнем диалоге будет прям противоположное сказано. Так вот, эту фразу, эту историю о том, как Сократ спасает молодого Алкивиада, произносит в пире пьяный Алкивиад, влюбленный в Сократа. Он уже приходит туда, значит, в Борис Ельцин, в расстоянии Борис Ельцин, и они с Сократом устраивают любовную ссору. Сократ говорит, типа, отойди, мальчик, Алкивиад говорит, да как это так, ты меня столько соблазнял, соблазнял и соблазнил, да? Алкивиад хочет, чтобы, хочет понравиться Сократу в этот момент. И для этого он выдумывает эту адскую историю. На самом деле история прям противоположная. И реакция Сократа на эту историю, если вы посмотрите, она говорит о том, что Сократа она тоже не нравится. Это не настоящая история, это враги. Ну или, по крайней мере, давайте по-другому. Пир – это отражение, отражение, отражение. То есть, пир – это пересказ, пересказа, пересказа. В этом смысле никто не может помнить, что на самом деле там происходило, кроме самого Сократа, у которого тот, кто рассказывает диалог пир, я не забыл уже, как его зовут, спрашивает, а правда такая история была? И Сократ говорит, правда. Но ничего больше Сократ не говорит. То есть, это очередной ход Платона, и вы не можете сказать, что на самом деле эту историю рассказал Алкивиад. Но даже если это сделал он, он был дико пьян, и он хотел подлезаться к Сократу в этот момент. Но ничего удивительного нет, что судьи пришли к ошибочному заключению о нем. Но неудивительно ли, что они не приняли во внимание того, что все знали? Однажды, сделавшись членом совета и принеся присягу, которую приносят члены совета, в том, что они будут при исполнении этой должности руководствоваться законами, он попал в председателя народного собрания. Вы помните, это история из апологии 32 БЦ. Зачем эта история в апологии? История о том, как Сократ, значит, воевал с народным собранием по поводу... Кто знает эту историю? Давайте начнем с этого. Сократа 11 стратегов, умирающие на суде. Ну, в общем, там история... Насколько долго надо... Хорошо, давайте я побыру... Давайте. Короткая история. Там 11 стратегов. Не по своей ошибке. Выиграли битву, но не смогли спасти моряков. Нет, вы уже уродуете все. Они выиграли битву, но не смогли забрать тела мертвецов. Это необходимо, это акт благочестия. Из-за шторма и бури. Да, из-за шторма и бури. Они вернулись обратно, и народное собрание... Мы сейчас не будем говорить о том, как демократия связана с религиозной истерией, но помните, что связана напрямую, да? Чем более демократическими становятся афины, тем больше в них религиозной истерии. И афинское народное собрание говорит, что вы не выполнили... Вы, хотя вы победили, вы не выполнили долго благочестия. Это предательство, вы все должны быть казнены. И в этот момент Сократ восстает против них. Среди этих стратегов сын Периква, Перикл-младший. Диалог с Периклом-младшим есть в меморабилии. В каком ключе рассказывает Сократ эту историю в апологии Платона? Он рассказывает эту историю в доказательстве своего тезиса о том, что в политике приличные люди умирают. Но приличные люди там от не 11 стратегов, приличный человек там от Сократ. И он как бы не умер. Здесь ксенофон приводит нам эту историю, но не для того, чтобы доказать, что в политике приличные люди умирают, а для того, чтобы доказать, что Сократ был сторонником справедливости. Как связаны справедливости благочестия? Сложный вопрос, но мы, кажется, можем ответить на него особо не задумываясь. Как? У богов тоже есть закон. Боги являют себя людям через законы. Соответственно, благочестие в какой-то степени это справедливость, в смысле подчинение божественному закону. Даже когда вы проявляетесь, следуете ритуалу, вы подчиняетесь божественному ритуалу, в смысле правилам, которые изложил для вас Бог. Куда народу захотелось осудить на сверхную казнь стратегов Просила и Росинида? Заметьте, про Пеликву ничего не говорится. С их коллегами. Всех одним голосованием, вопреки закону, Сократ отказался поставить это предложение на голосование, несмотря на раздражение народа против него, несмотря на угрозы многих влиятельных лиц. Соблюдение присяги он поставил выше, чем угождение народу, вопреки справедливости и охрану себя от угроз. Да, его вера в промысла богов о людях была не такова, как вера простых людей, которые думают, что боги одно знают, другого не знают. Так как был уберзен, что боги все знают, как слова и дела, так и тайные помыслы, что они везде присутствуют и дают указания людям обо всех делах человеческих. Псенофон говорит, что вопреки справедливости. То есть, вопреки чему? Когда Сократ пытается... Что делает народ, когда он делает что-то вопреки справедливости в данный конкретный момент? Как поступает народ, когда хочет казнить 11 стратегов без суда? Он поступает противозаконно. Закон говорит, должно быть народное собрание, которое приговорит их к смерти. Сократ говорит, я отвечаю за это народное собрание, его не будет. Но народ все равно приговорит их к смерти. Справедливость и законность совпадают. О том, так ли это на самом деле, мы поймем позднее. Но пока что для нас этого достаточно. Вы можете открыть главу 4, 4 книги. Там изговор о справедливости касается этого вопроса. Совпадает ли справедливость и законность? Далее. Сократ был убежден, что боги все знают. И здесь мы встречаемся впервые с экстремальной, с экстремистской позицией Сократа. До этого Сократ все время представал в середине. И мы предполагали, что и сейчас он должен будет предстать в середине. Боги что-то знают, чего-то не знают. Помните, да, эпикурейские боги ничего не знают, потому что им ничего не интересно. У них все и так хорошо. То есть, бог может быть всезнающим, может быть ничего не знающим. Разумные человеки, естественно, предполагают, что боги знают. Но, например, как двигаться? Они же должны двигаться, это логично. Или как говорить? Они же говорят в легендах, это логично. Значит, боги что-то знают, а чего-то не знают. Сократ предстает экстремистом. Боги знают все. Иными словами, боги знают что? Боги знают то, чего не знают другие люди. Их мысли. И мысли самого Сократа. Почему Сократ поступил так, как поступил? Ксенофон приводит нам объяснение. Потому что боги все знают. Он не мог поступить иначе, потому что он мог обмануть других людей, но не мог обмануть богов. И в этом смысле Ксенофон пытается доказать нам, что Сократ в богов верил. Но если мы обернемся к Платону назад, мы увидим, что он поступил так не потому, что верит в богов. И когда он обосновывает свое решение, он ничего не говорит даже о демоне, по крайней мере у Платона. А говорит совсем о других вещах. Хорошо, давайте мы остановимся на этом. Я могу вам, естественно, немножко указать, что нет, наверное, в следующий раз, когда мы будем суммировать то, что мы прошли сегодня.